всем доброго времени суток дорогие друзья и сегодня наконец-то добрался до xiaomi redmi note 5 pro точнее не добрался а тут тестировал его вот у нас такой выглядит я уже недавно распаковочку делал на него в принципе телефон меня полностью устраивает за исключением одного момента батарея по производительности конечно все круто здесь 636 снэм dragon стоит 3 гигабайт оперативной памяти 32 встроенной в antutu он набирает кстати 636 набирает в antutu 115 тысяч баллов для сравнения к примеру моими max на 625 и redmi 2 с они набирают по 77000 и в работе это действительно ощущается телефона гораздо меньше тормозит точнее даже он вообще не тормозит он практически не виснет и интерфейс работает гораздо плавнее чем на тех аппаратах но есть небольшие косяки к примеру здесь стоит android 8 и тут проблема со словарем я к примеру очень часто пользуюсь словарем google заношу туда какие-то слова под кнопки и забинди вы там и так далее но тут как-то разработчики забыли добавить кнопочку окей чтобы можно было добавить слово хоть какое-нибудь потому что писать тут его можешь но сохранить нельзя вот такая проблема и я надеюсь конечно в будущем обновлении вот это это все-таки пофиксят и я думал это проблема на redmi ноут 5 только сначала я грешил на лаунчер ударил лаунчер не помогло произвел манипуляции не промогло потом сбросил заветские настройки и все равно та же проблема и осталась и я как-то думаю заглянув xiaomi redmi 2s потому что там тоже android 8 стоит и как-то я вот захожу туда и смотрю и там та же самая проблема выходит все дело в прошивке поэтому будем ждать обновления так что по баллам я значит сказал и по поводу автономности автономность конечно желает скажем так не то чтобы лучшего ну вообще до лучшего всегда можно желать это это да это аксиома такая у нас жизненная всегда нужно выживать что-то ух вот ну блин я походил довольно длительное время xiaomi mi max 2 там батарея на 5300 миллиампер час и это монстр среди мобильных устройств просто по части автономности с ним реально можно чуть ли не целую неделю ходить и без подзарядки и тот же я так полагаю где-то полтора-два дня максимум с ним можно будет ходить а вот тем более в принципе даже наверное меньше потому что скорее всего нас один световый день его будет хватать здесь уже 54 процента заряда я стал утром 7 часов его стал ой стал повторился прошу прощения снял его зарядки и вот уже 46 процентов он скушал это конечно не очень хорошо вот ну будем как-то может оптимизацию проводить я не знаю надо попробовать еще помудрить с этим делом и потом еще дополнительно ролик с него а пока у нас будет еще дополнительный вернее распаковка у нас уже было это у нас будет обзор мы будем обсматривать телефон со всех сторон так что поехали так вот и добрался до нашего обзорного полу обзорного не обзорного че какого-то у нас стала в общем так вот нас белая скатерка белый телефон надо чуть-чуть камеру отставить от него отстала чтобы не пресса вернее чтобы камера не теслась потому что его как бы тогда цепляем происходит тряска соответственно мало ли вдруг кого-то укачает в общем вот так вот у нас телефон xiaomi redmi note 5 pro на здесь 636 снайбраган 3 гигабайта оперативной памяти 32 гигабайта накопителя сканер отпечатка пальцев двойная камера вспышка микро юсби конечно динамик тут у нас микрофон здесь 35 джек а здесь у нас инфракрасный датчик и еще какая-то дырка я не помню для чего короче на меня уже ругали что это когда я говорю что типа шумодав но на это не шумодав там чё-то там короче этот самый туда-сюда в общем не судите строго я не помню здесь у нас глазок камеры два датчика динамик тоже такой вот экран и у нас чехле чехол у нас родной тот который у нас и шел коробочки и блин только что вот заходил в магазин и смотрел такой телефон стоит порядка 7000 у нас в украине городе кримчуге у китайцев я заказал как-то чуть-чуть подешевле в общем вот такой у нас внешний вид и кстати по поводу вот этих вот вставок многие там ругались что они типа ну как-то никак не смотрится на самом деле смотрится все очень круто вживую вообще это на камеру тут блики всякие даются вот но на самом деле смотрится очень хорошо и как видите она не особо то она вообще не отличается по цвету от этой крышки то есть все в порядке почему кажется что над цветом другая так это из за того что она ну изгиб у нее понимаете она преломляет свет вот и она кажется из-за этого другого оттенка но цвет один в один тот же сам если мы внимательно присмотримся как бы так поставить вот очень трудно так подобрать ну ну дело в том что дают свет здесь одинаково это сто процентов говорю потому что вживую смогу наблюдать это все гораздо как-то попроще вот и начнем мы тут так тут я его уже значит этот телефон освоил и вот у нас результаты antutu 115600 баллов набирает снэп 635 на минуточку 625 собирает баллов всего лишь 77000 то есть этот гораздо мощнее причем блин у меня xiaomi mi max гораздо дороже этого вернее ну как гораздо в два раза дороже получается я брал его за 8000 гривен а этот аппарат я взял около пяти то есть этот сейчас мощнее при том что оперативки у него меньше а вот не выдает он вот такой вот результат и по работе это ощущается то есть интерфейс не тормозит вообще все полном порядке все замечательно работает никаких лагов единственное что конечно инстаграм служит но это такое это как бы рабочий момент это уже зависит от оптимизации производителя п.о. вот и есть тут еще один неприятный момент о котором я уже говорил ранее перед этим сейчас я вам даже покажу зайдем в настройки телефона дополнительные расширены языки вот потом клавиатура gboard google языки кажется да вот а словарь нам нужно вот мы заходим словарь словарь русский вот и здесь нажимаем плюсик добавить и как видите то ли я въехать не могу как что тут те тут чего тут то ли блин я не пойму вот скажите вот как здесь воде здесь нет никаких клавиш я искал то есть он не сохраняет тупо здесь должна быть сверху висеть окей или отменить ну этого здесь нет то есть в словарь ты ничего забить не можешь и это я так понимаю баг вернее не баг просто разработчики софта забыли немножко за этот пунктик но надеемся со следующим обновлением все поправить все подписать вот и в целом работает телефон очень неплохо инверсии цветов нет вообще здесь просто обалденный экран если честно он гораздо лучше чем на xiaomi mi maxi 2 тут инверсии вообще нету то есть углы обзора отличнейшие у нас full hd и full hd плюс получается работает он вполне себе замечательно все запускается довольно шустро не подвизает не подвисает не тормозит игрушки я еще пока не тестировал но сто пятнадцать тысяч баллов блин за глаза просто вот хватит мой мимакс тянет практически все игрушки то этот вообще будет то есть тянуть в полном порядке все у него камера здесь конечно классная камера мне очень даже понравилась такая у нас камера двойная эффекты бога конечно как бы есть но ему нужно достаточно света для того чтобы нормально фотографировать потому что если света не будет хватать фотографии получается как-то не очень даже зайдем и посмотрим фоточки такого сегодня фотографию сделал как видите приблизим это я уже обрезал немножко ну вообще фотографирует классно я вам так скажу фотографируют где-то раза в два лучше чем xiaomi mi max 2 вот такого монстра сегодня сфотографировал букашечка такая нехилая размером с палец она огромная просто было я моргу лица выходит у меня котейка как видим фотографирует замечательно а вот у нас эффект боке как видите задний фон размывать вполне себе неплохо и фоточка так смотрится хорошо очень даже красиво мне нравится так что единственный его минус этого аппарата это не то что он как бы хавает батарею блин просто очень шустро я как уже раньше упоминал да вот у меня сейчас уже 41 процент остался то есть с утра я встал 7 часов утра и снял было сто процентов сейчас 41 то есть с моим не максим это конечно ни в какую для меня это даже стало как-то немножко шок потому что я уже привык тому что телефон разряжается очень редко то есть я его заряжал раз 3-4 дня вот этот наверно придется каждый день заряжать это конечно не очень хорошо но по работе учитывая то что здесь 8 android уже стоит и как бы он шустряк работает очень хорошо все плавненько и все отображается замечательно в ворде тоже все замечательно работает потому что на мимаксе и на седьмом андроиде там как бы ну есть свои нюансы по работе с текстом и всем остальным то здесь уже скажем так вот вот прям так как надо сделали все прям круто на интуитивном уровне система тебя понимает и как был вообще замечательно ну за исключением словаря которые там забыли кнопочку ok добавить я надеюсь все таки по фиксер будем скрестим пальцы вот будем ждать фиксер короче вот такой вот у нас телефон пришел на обзорчик который я кстати говоря оставлю себе xiaomi mi max я продам будет у меня и по поводу usb разъема здесь micro usb и все там жалуются андро нилс и всякие другие подобные блогеры что мов микро и здесь уже не комильфо но блин у меня практически все девайсы с микро usb то есть один мой ми макс был с usb тайп си и мне жутко было не удобно им пользоваться точнее его зарядку я мог использовать ну только вернее кабель только вот сопряжение с ним все все везде у меня себе usb либо mini usb либо micro usb и как бы не очень удобно было и также допустим если выходишь куда-то в основном у людей тоже все micro usb тренажерном зале у тебя садится телефон то подзарядиться не у кого то есть приходится с собой кабель таскать зарядкой и это блин как-то не очень удобно поэтому я так посидел подумал и решил что скорость хорошая фоточки делает классные фронталка вообще супер фотографирует блин просто класс xiaomi max конечно отдыхает фронталочка здесь клёво я еще музычку правда не слушал надо будет протестировать хотя в принципе не вижу в этом особого смысла почему потому что проводными наушниками я не пользуюсь поэтому буду подключать bluetooth наушники заранее предупреждаю что будет не по проводу а буду проверять свои ощущения по bluetooth наушникам потому что я уже давно отказался от проводных наушников и какое же это блаженство пользоваться bluetooth гранитуры наушниками никаких тебе проводов ничего причем что заряжаешь наушники один раз в месяц и блин просто класс вообще это настолько удобно ребят я вот вам просто гарантирую приобретайте себе bluetooth наушники качество звука не потеряете а пользы будет намного больше короче вот такой вот у нас телефончик побывал на обзоре я конечно сильно пока не стал углубляться я может быть еще сниму видео по поводу игрушек там где какие будет производить хорошие это по любому наверное сделаем думаю вот еще что-нибудь можно будет снять обязательно и так как телефон уже будет у меня принципе для меня как бы не с проблемой будет уже снимать ролики по поводу пользования недели две месяц два месяца три месяца поэтому обязательно пишите в комментариях если что можете напомнить мне и предложите тему на которую бы ну тему для съемки видео так что ставим лайк и подписываемся на канал всем спасибо пока